Однажды приехать в Крым, влюбиться в него и остаться, назвать Крым своим домом. Такое решение во все времена было, есть и будет правильным. Именно такое решение приняла наша героиня. Отпустить суетливые мысли подальше горным вершинам и просто созерцать эту безграничную красоту. Наверное, этого хотим все мы. Только среди растений в таких зеленых и живописных уголках мы можем по-настоящему оставаться самими собой. И наша героиня Ирина Мальцева – очень чистый, открытый и смелый человек среди своих удивительных растений каждую минуту, каждый час и каждый день, искренняя и настоящая. И жить в этих красотах для нее значит непросто созерцать пейзажи и пребывать в гармонии с мыслями. Кажется, еще это и награда за сделанный некогда сложный выбор, за тяжелый ежедневный труд и за желание сделать наш Крым и наш мир еще красивее. У нее это получается, в этом нет сомнений. Достаточно просто увидеть тоненькие всходы будущих кипарисов и тех, что уже подпирают небо и стремятся быть под стать зубцам Айпетри. И в любом из этих деревьев, кустов и цветов, которые живут благодаря Ирине, почувствовать их общее счастье очень легко. В какое-то прекрасное одно утро пошла в магазин в Санкт-Петербурге и увидела растение монстера. Это было, ну и, конечно, поняла, что мне это нравится. Вот какой-то первый, помню очень хорошо, был тоже солнечный день, был первый момент вот такой вот. Ну, с этого началась моя любовь к комнатным растениям. Потом были годы работы в финансовых службах, лет 20 проработала, но и с комнатным растениями не расставалась никогда. А когда приехала в Крым, это был 1990 год, первый раз, конечно, Крым меня полностью покорил с первого раза. Это было что-то для меня, вообще нечто. Я даже не могла представить, что на земле существует такое место. Это было ярко очень. И с тех пор я год от года приезжала сюда. Вначале один раз в год, потом два, потом три, потом четыре. Потом как-то поняла, что уже, наверное, все-таки это то место, где я бы хотела жить. Ну, вот горы Ай-Петри, которые, наверное, видно сейчас. Какое-то место здесь вот такое интересное очень. Ну, море очень ласковое, чистое оказалось. Самая важная мысль от городской суеты. Это было для меня как идея какая-то. Я не могла уже. Я приезжала из Крыма в Питер, и два месяца у меня была жутчайшая депрессия. Я не могла никак прийти в себя. И потом вот приняла решение переезжать. И как-то так сложилось все. Видимо, должно было так сложиться, что я с семьей, с мужем, с двумя детьми перебралась в Крым. Это было 2011 год, 2011 год. Моя любовь сильнейшая к растениям превратилась, вот, наверное, в бизнес. Муж шутит, что как бы мы из хобби пытаемся сделать бизнес. Ну, а, наверное, все-таки это просто то, чем мне нравится заниматься. Я вижу, слышу, чувствую растения. То есть я с ними не то что на ты, настолько на близкой, близкой, близкой очень ноге, что это, наверное, дело всей моей жизни и любовь всей моей жизни. Как такового садового центра вначале не было в моей голове. Хотелось выращивать растения. И были закуплены гектары земли в Байдарской долине. И высажены маленькие растения совсем из череночков, делать вот таких череночков. И как-то сложилось, к сожалению, что люди подвели. И вот больше нет того питомника. Но хотелось выращивать. Поскольку питомник требует больших денежных затрат. Наверное, все силы мои сейчас я трачу каждый день. Работаю по очень много часов. И вот сюда вкладываю силы. Духовные, душевные. Всего, наверное, метров 10. И это поражает, это разнообразие. Вот если так окинуть взглядом, первым взглядом, расскажите, что вот мы можем здесь увидеть. На этой площадке мы видим декоративно-лиственные растения. Много здесь олив. Ну, потому как я люблю сама оливы. Это мое такое любимое дерево. И привожу, продаю, размножаю вот разные сорта для масла, для еды. Такой богатый вообще мир олив. Когда окунешься в него, очень интересно. Вот здесь оливы, здесь бересклеты разных-разных сортов. Буквально тут три грядки бересклетов. Естественно, немножко хвойников, олеандры, берючина, розы. Но растений очень много. Место, где Ирина решила заниматься растениями, несомненно, очень живописное. Даже сам уголок садового центра, несмотря на все перепады высот, выглядит очень уютным и спокойным. При этом он также выглядит как уголок, куда было вложено очень много сил. И теперь здесь есть не только сами деревья, кустарники или цветы, но и теплицы, и специальные площадки, и небольшой пруд. Цвели в это время персики, персиковый сад. Он небольшой был, но это было что-то, и тишина была полнейшая. Солнце, цветение персиков и тишина. Вот стояла, почему-то поняла, что это то, что мне нужно. Вот очень-очень захотелось. Очень хорошо помню этот день. А сосна, крымская наша обычная паласа сосна, которой, я думаю, лет, наверное, все-таки больше 200, наверное, 250 лет точно есть. То есть она взрослая, и поэтому даже редко кто узнает, что это за сосна. Она взрослая, наша крымская сосна. И была, конечно же, она свидетельницей, как все формировалось. Здесь был просто склон, перепад между верхней точкой и нижней 11 метров. Ну и вот постепенно, конечно, не сразу. Мы, наверное, года два-три строили террасы, террасировали что-то новое, дооформляли, дорожки все выстраивали. То есть, наверное, только 4 года, как закончили строительство, и я вот опять новое начала. А здесь у нас пруд. Для того, чтобы можно было поливать этой водой. Накапливается с гор, течет, здесь стекает сюда куба-три воды. И потом насосом мы подаем, разводкаясь по всей системе, по всей оливии, и поливаем растения. Поливаем в летний период с утра и до самого-самого вечера. И если бы не это, конечно... Здесь слышно, как и шумит вода, здесь ручей получается, да? Здесь еще интересно то, что 1 марта начинают жабы свой брачный сезон. И вот этот звук, этот ор, жаб, лягушек, безумный. Это что-то с чем-то. Я люблю это время. Апрель, март, май. Ну и в течение года до ноября вот они... Я очень люблю кваканье. А когда здесь, когда звоню ребятам, девчонкам сюда и слышу, прям в восторге. Я тоже очень люблю... Когда-то, когда приехала очень-очень давно в Крым, тоже, наверное, это была первая моя эмоция, впечатление. Это ор, жаб или лягушек крымских. А здесь у нас живет еще 2 лягушки-итальянки. Почему же это они, итальянки? Ну, они приехали оттуда. Приехали оттуда вместе с растениями. И здесь они... Они случайно приехали? Конечно, случайно. У меня даже есть фотографии, да, их. Случайно такие, они большие, прям настоящие жабы. Я все жду, когда здесь наши лягушки заговорят по-итальянски. Ну, в последние 2 года, к счастью, 3, наверное, все хорошо. А были моменты, да, когда приходилось пользоваться водопроводной водой, когда пересыхал ручей, и можно было тогда почистить пруд. Он на самом деле очень глубокий. Сейчас вот из-за того, что постоянно вода, даже сложности есть чистка. И в этом году мы еще запустили туда рыб-карасей. Карасей. Карасей, да. Еще караси у нас есть туда. Не знаю, мы с ними еще будем на следующий год только жить, привыкать к ним. А пока вот жабы, пруд, ну и лилии цветут, которые сейчас, к сожалению, спят. Здесь всегда любой день просто приносит какое-то наслаждение, новые виды. Вчера вот шел снег, я наслаждалась, смотрела на все это. Идет дождь, тоже хорошо. Солнце светит. Ну, вот всегда хорошо здесь. Есть растения, которым холодновато, и поэтому есть большая тепличка у нас, где они зимуют. Да, есть. Это в основном цитрусовые растения, которые теоретически могут жить у нас. И чем ближе к морю, тем больше шанс на выживание. Я дома сажаю, экспериментирую сама с растениями, понимать, какие выживут, какие не выживут. Здесь мы пытаемся сохранить, заходить очень жарко. О, тут Африка. Ну, тут Африка за счет солнца. Знаете, теплица, как, впрочем, и всегда, живет цветущей богинвирией, которая имеет свойство цвести на протяжении всего периода. Это весна, лето, зима, осень. Причем вот в теплице она это делает с удовольствием. К сожалению, на южном берегу не растет. И цитрусовые заносим мы сюда в зимний период. Цитрусовые тоже в огромном ассортименте. Кумкват, мандарин, помело, рукабуды, грибфрут есть. Ну, естественно, лимоны, апельсины разных сортов, само собой. Есть такие лимоны, которые, по-моему, вот он здесь, вот он цветет постоянно. Этот лимончик, который цветет всегда-всегда, непрерывно цветет. А запах от цветения ведь сумасшедший в доме стоит, и тем он и ценится. Расскажите про мандарины, про кумкват, потому что мандаринчик совсем крошечный. И вот плоды прям их можно есть, я так поняла. Да, конечно, пожалуйста, угощайтесь. Плоды можно есть. В зимний период, на Новый год, часто бывает, на новогодний стол мы срываем, и Новый год у нас всегда с цитрусами. Это мандарин, кумкват. Кумкват с кожицей, с кожурой едят. Вот здесь вот кумкват. Расскажите о том, что это за растение, где оно вообще обычно, его ареал обитания, скажем так. В Италии, Испания, Азия, Юго-Восточная, наверное, да. Но кумкват редко там почему-то выращивают, все равно кумкват. В чем его особенность, какой он на вкус? Я, честно говоря, никогда не сталкивалась. Пока я ем мандарин, он очень вкусный. Кисло-сладкие и едят с кожурой кумкват. Кисло-сладкие, очень вкусно. Так, надо попробовать кумкват. Но их нужно сейчас в этот период как раз-таки освобождать от плодов, чтобы было цветение следующее и завязывали следующие плоды. Как интересно. Пожалуйста. Леша. Идя, пробуем. С кожурой. Ммм. Видите? Цитрусовый фрукт. И очень-очень вкусный, очень сочный. Это вам. Спасибо. Слушайте, ну здесь просто тропическая сказка. И тропическая жара. Во второй теплице тоже растений сотни и сотни. Но большая их часть пока еще совсем малы. Как мы любим говорить, детский сад. Для будущих садовых и парковых великанов, декоративных травянистых растений и даже комнатных цветов. И это место одно из самых любимых у Ирины. Ведь здесь за работой можно почти медитировать и восстанавливать свои силы. Затевало, в общем-то, все это ради того, чтобы выращивать растения. Поэтому не могу сейчас вот не продолжать. Есть свободная минутка, бегу сюда. Или если очень напряженная работа, очень нервные клиенты, я бегу сюда и могу посажать с удовольствием, расслабиться и понять, что вообще жизнь прекрасна и удивительна. Здесь черенкуем мы, сеем. Вот, например, это лаванда дентата, зубчатая. Вот у нее здесь видно хорошо, видны зубчики на ее. Она, правда, не пахнет листья лавандой обыкновенной, а пахнет полынью, но прекрасно цветет. И вот этой ажурностью, конечно, создает очень интересный, красивый куст. Здесь девчонки недавно совсем рассадили, сели. Кипарисы. Совсем крошечные. Крошечные. Сложно в них узнать, кипарисы будущие. Вот и кипарисы, и они так хорошо взошли. Кипарисы где-то была в Италии, просто шишечки упадали, падали, я сорвала. И вот посеяли. Кипарисы очень дружно всходят. Замечательно. И кипарисы сели. Ну, очень много тут всего кипарисы. И вот есть интересное такое растение, которое на выходе покажу. Называется вербена. Вечно зеленая, а цветет все лето. Удивительный куст. Тоже сама недавно как-то для себя открыла. Это маленькие из семян. Ну, они уже маленькие, два месяца им. Два месяца, это уже такой труд, да. Это специально земля подготовлена для высевания. Смесь земли, торфа, камешков, ну, естественно, удобрения. А это вот из семян тоже сели магнолии. Собираем семена. Магнолии, причем у нас вот есть магнолии, такие, которые называются Little Gem, два сорта и Praia Cox. Это магнолии, которые цветут не один раз в мае месяце. Вечно зеленые, большие, лиственные. А цветут на протяжении всего лета. У нас, если вы приедете к нам в конце, в середине декабря, не в конце, а в середине, когда еще нет плюс 5 градусов, то есть еще тепло стоит, они в цвету, в бутонах в цвету. То есть это цветут на протяжении всего лета. Собираем шишечки. Потом очень сложный такой путь. Нужно освободить красные семена от масляной такой пленки. Замачиваем долго, потом протираем, как борщ получается. И после этого высеваем. То есть, в общем-то, интересный тоже такой процесс. Не очень творческий, не очень приятный, но когда что-то получается в итоге. Мне нравится. Наверное, главный кайф все-таки в том, что ты видишь вот крошечный росток семя, оно потом становится огромным деревом. Среди всего этого садового великолепия по-особенному выделяется одно статное деревце. Это олива-символ как для Ирины, так и для всего садового центра. И в будущем она может стать точкой для начала экскурсии. Наша героиня часто видит, с каким интересом сюда приходят люди. Хотят не только забрать домой кипарис или пальму, но и знать все самые важные и интересные детали обо всем, что здесь растет. Когда закладывали садовый центр, хотелось, чтобы было дерево-символ. Вообще, олива сама по себе дерево, растение очень символичное и с глубоким содержанием внутренним. И вот решила все-таки посадить ее, чтобы была у меня олива. И педестал специально для нее сделала. И с года в год пытаюсь как-то украсить. То траву сажаю, то камешки засыпаю. То есть все тренируюсь, тренируюсь, тренируюсь постоянно ее украшать. Но это было всего лишь буквально несколько веточек и три перышка. И сейчас, когда просматриваю фотографии, самое удивительное, как это все наросло, стало красивое, богатое. Плюс ко всему она еще плодоносит. И когда она стоит с темненькими ягодками в осенний период, тоже зрелище замечательное. Когда есть плоды, я сама уже для себя думаю, значит, все будет хорошо. Вообще, хочу, конечно, когда-нибудь масло производить из оливы. Это моя еще одна мечта. Надеюсь, что когда-нибудь я существую. А за вашей спиной это голубоватого оттенка? Это что? А это резонские кипарисы. Я просто хочу обратить внимание, что они вот сейчас по форме немножко похожи на зубцы и петри. Это самый морозостойкий кипарис. На самом деле он до минус 25 выдерживает. Называется резонец. Это опыт собственный. Когда ты растение с растением сажаешь, его наблюдаешь, смотришь, выращиваешь, уже понимаешь, что ему надо, и можешь этот опыт свой передать другим. Поэтому как-то... Какие-то растения из этих парковых ансамблей вас поразили? Я, например, очень люблю в Карасане пениевую рощу. Я без нее жить не могу. Ну, пени поразили, наверное, пени, да, пени поразили. Поразила араукария в свое время, 100 лет назад. Еще кедры. Крымские кедры, атласские, ливанские, с размахом в 10-15 метров, с горизонтальными полностью лапами, конечно, поразили. Вот пени, вы сказали пени. Я в этом году тоже решила, может быть, не знаю, как-то. Вот очень захотелось мне посадить вот такие большие здесь 7 пени посаженных, 7 метровых, в этом году посадила для того, чтобы они здесь остались. Надеюсь, что на века. Пени живет 500 лет. Я думаю, что, быть может, все-таки это останется, сохранится и для будущих поколений, что мы сможем как-то привнести. Вот хочется привнести в Крым что-то и оставить еще. В той части садового центра мы видели аризонские голубые кипарисы, которые вы сравнили с айкетрией и зубцами. А здесь тоже аризонский кипарис, но сорт очень интересный, с таким салатовым приростом, желто-салатовым и запахом с лимоном. Если потереть вот так вот, попробуйте, попробуйте. Вот, вы почувствуете запах. Растерите. Да, это называется сульфурея. Кипарис аризонский сульфурея. Редкий сорт, вот видите, он такой, конечно, очень, но это необычно для наших мест, тоже это серия новых сортов, вот здесь вот привезенный. Такой яркий, сочный, летний совершенно. Да, и аромат тоже очень летний. И когда он растет в доме, наполняется территория придомовая вот этим запахом во влажную погоду, либо когда дождик идет, либо просто влажность повышенная. И аромат стоит во всем дворе. Еще от них, наверное, польза, очищение воздуха, насыщение фитонцидами. Ну вот, естественно, как и все хвойники, как и все хипарисы и можжевельники обладают этим свойством, да, конечно же, да. Так что, какая красота, какая красота. Чувствуете? Да, чувствую, идемте дальше. Когда приходит беда к нашим прекрасным крымским растениям, бороться с ней мы можем только все вместе. И Ирина как раз тот человек, который может подсказать, что и как нужно делать. И пока в средней части Крыма болеют сосны, и с этим тоже нужно бороться, главная беда Южного берега – это пораженные насекомыми пальмы. Из-за чего мы во вполне обозримом будущем можем их все утратить. За последние три года ведь популяция червеца и насекомых, которые поедают наши пальмы, увеличилась колоссально за счет теплых-теплых зим, к сожалению. Поэтому я, честно сказать, жду морозов, пока в этом году не дождалась. Боремся, опрыскиваем Массандровский парк от этих насекомых, Массандровский и Мисхорский здесь парк. Постепенно вот приглашают еще куда-то. Вроде как бы не хочется, но делаем, потому что хочется видеть Крым прекрасным. А сами люди, обычные горожане, могут что-то сделать с этой заразой, скажем так? Могут и должны, я считаю, все мы вместе должны бороться. То есть раз в три недели, раз в 21 день мы все должны опрыскивать растения. И недостаточно, если я буду здесь у себя в садовом центре опрыскивать. Нужно, чтобы все вокруг это делали. Иначе популяция просто съест... Все-таки Южный берег – это пальмы, а без них уже никто. Это вот лавр на Южном берегу съеден у нас в Алубке, в Мисхоре, в Кореизе. Съеден полностью. Страшно смотреть. Вырубают и выбрасывают. Не смогли удержать, сохранить пальмы, которые до нас 170-180 лет. Мы в 21 веке. У нас возможности колоссальные. И меня это волнует действительно, очень волнует. Как-то бы всемиром нам бороться. И, наверное, должны деньги выделяться чуть-чуть из бюджета. Возможно, городского, возможно, наших поселков. Можно победить, и нужно это делать, этих насекомых. Они, конечно, очень красивые, но... Красивые насекомые? Мне нравятся. Они интересны. Это тоже целый мир, на самом деле. Когда ты узнаешь... Мне очень нравится. В тропических джунглях мы уже побывали. Кумкватом насладились в полной мере. Теперь продолжим созерцать красоту. А именно, красоту цветущих растений. Это уже совсем не зима. Да и можно ли назвать такую крымскую зиму зимой? Когда в южнобережных субтропиках расцветают камелии. В Крыму в нашем прекрасном цветет каждый день что-то. У нас нынче цветет... Отцветает и доцветает. Вот камелия сосанго или камелия горная. Вот экземпляры очень интересные. Это редкий экземпляр. Вот старый. В форме бонсай вот так вот исполнен очень. Вот-вот зацветут камелии. Все в бутонах японские разных цветов и сортов. Они, скорее всего, после этого холода. Камелия реагирует на холод и после этого зацветает. Вот сегодняшняя ночь была самая холодная. Я так думаю, что если бы вы приехали через неделю, уже все было бы в цвету. Вот еще есть магония. Вот здесь вот магония цветет. Магония тоже несколько сортов. Есть вот такой сорт, такой сорт, а черотия. А вот если мы туда пройдем, там еще есть у нас подуболистная магония. И вот еще какой-то куст, который я не могу опознать. Это калина. Наша калина тинус. Калина вечно зеленая. Прямо вот белые цветочки. Вроде простое растение, но когда цветет в январе-феврале, доставляет массу положительных эмоций. Да, красота. Ну вот еще из того, что интересного, это называется каликантус флорида. Он пахнет хорошо. Понюхайте. Стойте, понюхайте. Так это прям цветы? Это цветы, да. По-русски еще просто называется первоцвет. Первоцвет называется. Он такого необычного вида. Да, 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 да. Очень интересно. Есть два сорта. Это флорида красный, крайне редкий. Для каждого из нас, будь то фермер, садовник или журналист, важен отклик. Реакция от других людей на твой труд. Ирина получает этот отклик постоянно. Ее растения и советы помогают сделать чей-то дом, чей-то двор и чей-то день лучше. И хотя сама ее работа сложная, и в будущем предстоит еще многое воплотить в жизнь, по всему понятно, что теперь Крым – это родной дом для нее и для ее семьи. А Питер? В Питер уже больше, как гости. Ведь ее счастье живет под склонами Айпетри, на берегу самого синего, черного моря. Питер, 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 конечно, красив архитектурой своей. Ну и что-то в нем есть такое, не знаю, таинственное, магическое. Но есть какой-то дух в Петербурге. А здесь, не знаю, здесь солнце, море, наверное, здесь просто жизнь нормальная. Там темновато, и на болоте стоит он. Питер нравится архитектурно. Сейчас, когда приезжаем, мы туда с каждым годом все реже и реже, бывает, что и раз в год. Думаешь, красиво, и задаешь всегда вопрос себе, а вернешься ли сюда? В последнее время отвечаем, нет, не вернемся. Красиво, но вот съездить, как и вы. Поехать, посмотреть, погулять. Дети, чтобы увидели тот город, в котором они родились, показать. Ну, не более того. Работа сложна, но когда работа нравится, не могу даже, не думаю, и вам не могу сказать, что она сложная. Она интересная. Да, вечером, конечно, без задних ног, успеваешь только приготовить ужин, пообщаться немного с детьми и лечь спать. А с 8 до, летом порой до 8, 12 часов ты здесь. И, конечно, для меня это доставляет уже истинное удовольствие. Вначале прийти, где только стройка еще, и потом все это как-то рождается потихонечку, день от дня. У самой в голове, потом вместе, совместная работа с заказчиком идет. И потом мы приходим к чему-то, а потом, когда это воплощено в жизнь, и еще через 3 года ты видишь, что это то, что ты хотел реально посадить. И так, как ты видел, оно все живет. Для меня это тоже, на самом деле, наверное, я испытываю максимальное удовольствие. Без мужа это было бы все невозможно. Просто нереально, невозможно. Конечно, это тылы, это поддержка в любой момент. И какие-то финансовые вопросы, решения. Все равно живем в этом мире, нужно там решить вопрос какой-то здесь. Конечно, это все муж, который, слава богу, еще и с детьми помогает. Иначе бы по 12 часов я не смогла здесь быть. Дети с трудом пока поливают. В летний период стараемся, чтобы они поливали. Но хотя один все-таки младший любит растения, и меня поразило, как он посадил косточку, по-моему, от абрикоса, и каждый божий день он ее поливал. И он не забывал это делать никогда. Мне это поразило, вот это его упорство и желание вырастить что-то. Семья в первую очередь, да. И то, что семья дает возможность мне получать еще и другое удовлетворение, это тоже очень важно. Ну, семья, растения и люди, которые меня окружают здесь, это тоже немаловажно. Все мы приходим рано или поздно, понимаем, что счастье ближе, не там, наверху, а здесь реальное под ногами, рядом с животными, с растениями, на самом деле. И мы, думаю я честно, что часть всего этого. Субтитры создавал DimaTorzok